Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев и сегодня будем говорить о наболевшем, о Самарских дорогах. Городские дороги попали под прицел прокуратуры. Их плохое состояние стало поводом для возбуждения более сотни административных дел. Уже больше двух месяцев люди в форме измеряют и фиксируют ямы на проезжих частях. Они обещают, что виновные за каждую кочку понесут наказание. Репортер побывал на одном из рейдов и узнал, что грозит авторам самарского бездорожья. Эти сотрудники ГИБДД сегодняшним утром буквально шокировали сонных водителей. Они не взяли с собой радаров и не искали нарушителей. Люди в форме перекрыли движение и принялись мерить ямы. Не как в детстве. Измерительным прибором полицейские взялись подсчитывать глубину дорожного коллапса, накрывшего Самару и пригороды. Выводы оказались весьма неутешительные. Участок в очень плохом состоянии, то есть нормативы превышают достаточно огромные. Мы с вами видим, что глубина данных выводов составляет порядка больше 5 сантиметров от 8 и выше. И также ширина и длина, соответственно, намного повышают параметры. Каждый сантиметр вне закона – будущая главная боль полицейских. Одна такая ямка может стать причиной солидного ДТП. Только на этом отрезке ям насчитали 7. Более чем внушительный список. И таким же рискует стать итоговый отчет о ДТП. Ведь ямы после дураков – главная беда на отечественных дорогах. В связи с тем, что водитель пытается уклониться от столкновений и сужать, что могут наступить дорожные траты по решению. Бороться с ямочным беспределом решили прокурорскими силами. Во главе с Андреем Шевцовым сотрудники ведомства прокатились рейдом по бездорожью. За неполные два месяца 531 предписание. Возбуждено 237 административных производств. Прокуратурой и районными прокуратурами и прокуратурой города. В порядке контроля проводятся контрольные рейды, выезды. Завести дело на Рыциной, конечно, не удастся. Но вот ответственные найдутся. Муниципальные предприятия вполне могут стать мишенью для административных дел. Если в течение трех дней расшевелить ленивых исполнителей так и не получится, в ход пойдут штрафы. А в это время пожарные тоже без дела не сидят. Они решили пройтись по городским баням. Кому поддали жару и где теперь парятся владельцы саун? В следующем сюжете. Чем суровее морозы, чем жарче их плотный график. Холодную зиму самарские пожарные по традиции проводят в бане. Особо им приглянулась эта парная. Целый спектр персональных услуг тут им оказывают по нескольку раз в год. Отсутствующая сигнализация, легковоспламеняющаяся краска и все, от чего в банке может по-настоящему горячо, прилагается. Это старое отделение, из-за которого возник вся эта, как говорят, все эти проблемы. Руководство этого жаркого заведения в баню не ходит и не парится. Вот и денег на пожарную сигнализацию в старой парной пожалели. Зато в новой бане почти условия класса люкс. Даже стены покрасили в модный бело-розовый. Но стражам огня опять не угодили. Если говорить официально, в этом здании высокая пожароопасность. Всего на нескольких недочетах местного руководства могут смертельно обжечься сотни любителей горячей баньки. Пожарные такой сервис терпеть не стали и передали список опасных нарушений в суд. Накрылась баня медным тазом. Ремонт есть, однако требования пожарного безопасности не выполнены. Хочется надеяться, что уже такое решение будет выполнено. Что жители Самарского района и ближайших районов могут спокойно приходить, получать удовольствие здесь, принимать ванные процедуры, как говорится. И на сегодня это все. Тепла вам, люди. И пусть никакие дороги не испортят нам всем весеннего настроения. Всего доброго.